Эти глазки, эти голубые глазки. О глазах цвета неба спет немало песен. Когда на Земле родился первый человек с голубыми глазами, антропологи точно сказать не могут. Может быть, 10 тысяч лет назад, а может быть, только 6. Древние люди смотрели на мир исключительно карими глазами. Считается, что голубые глаза – результат мутации. Ученые предполагают, что первый голубоглазый человек появился на свет где-то в северо-западной части Черноморского региона. Цвет глаз определяет пигментация радурной оболочки. Она не содержит зеленых и синих пигментов. Окрашивает глаз меланин. При определенных концентрациях цвет глаз приобретает оттенок от светло-карива до практически черного. Чем больше его содержания в организме, тем темнее получается цвет. На цветовую палитру также влияют месторождения человека и генетические особенности. Так, в наше время карие глаза чаще всего можно встретить у людей, живущих в жарких странах. Процент содержания пигмента меланина в их организме очень велик. Зачастую они имеют темные волосы и смуглую кожу. А вот жители северных европейских стран имеют минимальный процент этого пигмента, чем вызвано наличие светлой кожи и глаз у большинства. Но не все в восторге от голубого оттенка глаз. Недаром существует выражение «на голубом глазу». Некоторые думают, что чем холоднее цвет, тем холоднее сердце. Поэтому я скажу сразу, что, на мой взгляд, это выдумки, когда считают, что цвет глаз что-то определяет с точки зрения поведения человека, его действий или установок. На все это влияет, как еще раз сказал, только гены и как он живет, и чему его учат, и как его воспитывают или не воспитывают. Конечно, цвет глаз никак не отражает характер. Это просто особенность внешности человека. Кому-то нравится зеленое, кому-то карие или серое. Цвет глаз, мне кажется, роли-то особо большой и не играет. Были бы красивые глаза, а цвет любой подойдет. Мне нравятся люди с голубым цветом глаз. Они доброжелательные и добрые, мне кажется, ваше, чем с кариями. С кариями, суровые люди. Вот этот зеленый изумрудный цвет, который отображает тонкости души, он меня всегда привлекал и будет привлекать. Жену по душе буду выбирать, чтобы была веселая, здоровая и без проблем с головой. На протяжении тысячелетий голубой цвет глаз считался эталоном красоты. Сейчас изменить оттенок совсем нетрудно. Достаточно сделать грамотный макияж, сыграв на контрасте теней, или же купить цветные линзы. Некоторые заходят совсем далеко и решаются на лазерную операцию. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.